В Сергиевом Посаде состоялись соревнования по военному спортивному ориентированию. Сюда съехались военнослужащие со всей страны. И это неудивительно, ведь на кону участие в чемпионате вооруженных сил. Они приехали сюда со всех концов страны. География участников соревнований по военному спортивному ориентированию поражает. Сюда приехали военнослужащие из Калининграда и Владивостока, с Чукотки и Севера. Всего 15 команд и 45 спортсменов. Более опытный спортсмен пройдет отрезки короче. Неопытный затратит больше времени, а может и намотать. Вчера, к примеру, дистанция была 3 километра, а он побежал 17. Так и не вышел на финиш, к сожалению. Основная задача участников – собрать все контрольные точки. Дистанция кажется небольшой – 6 километров. Но надо учитывать, что бежать приходится по лесу, пробираясь через бревна и бурелом. При этом в руках у спортсмена карта – так называемая легенда. По ней и надо отыскать спрятанные в самых труднодоступных местах контрольные точки. Дистанция великолепна, результат по возрасту, поэтому доволен. Военная служба всегда связана со служебной деятельностью, и тренироваться не всегда хватает времени. Дистанция была очень интересна, темп выше среднего. На максимум пока не хватает времени. Это уже пятый чемпионат по военному спортивному ориентированию. Как таковых призов здесь нет. Главное, на что рассчитывают спортсмены, это возможность попасть на чемпионат вооруженных сил. Он пройдет в октябре в Геленджике. Сюда приедут 8 лучших спортсменов.